В Казахстане вводят беспрецедентные меры безопасности. Стратегическая задача не допустить проникновения и распространения коронавируса в стране. Школьников досрочно отправляют на каникулы, а студентов на дистанционное обучение. Усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей. Особое внимание будут уделять бесперебойному снабжению продуктами питания и товарами первой необходимости. С планом правительства в условиях пандемии ковид-19. Ознакомилась наш корреспондент Вероника Боярова. С 13 марта никаких массовых мероприятий. Все это на неопределенный срок. Отменят масштабные празднования наурыза, военный парад на День Победы. Некоторые спортивные состязания будут проходить без зрителей. Например, плей-офф континентальной хоккейной лиги. Сегодня принято решение о запрете на территории нашей страны спортивно-массовых мероприятий, зрелищных, культурно-массовых мероприятий. И, конечно, те мероприятия, которые проводятся на стадионах, на специально оборудованных местах, культурно-зрелищных, спортивных, в том числе и те, которые собирают большие массы людей, с сегодняшнего дня решения межведомственной комиссии будут запрещены. Кинотеатры, которые находятся в торговых развлекательных центрах, они работать не будут. Потому что этот вопрос непростой был, мы долго его обсуждали. Но вы примерно знаете, что фактически фильмы у нас идут более часа. Поэтому, значит, в одном помещении нахождение столько времени, я думаю, будет вызывать определенные вопросы. Поэтому мы приняли такое решение. Изменения касаются и сферы образования. Школьники выйдут на каникулы раньше, 16 марта. Отдыхать будут три недели. Всем запрещено выезжать на экскурсии за пределы своих регионов. В то же время все студенты будут переведены на дистанционное обучение. Оценка знаний также будет проводиться в онлайн-режиме. Мы не говорим о том, что в вузах вообще останавливается учебный процесс. Студенты продолжают обучение и продолжают получать стипендии, которая была назначена по итогам зимней экзаменационной сессии. Также переносят сроки программ академической мобильности, пока студенты не будут выезжать по обмену в другие страны. Тем временем за рубежом находится более 800 стипендиатов программы «Булашак». В опасных регионах 19 человек. Их вернут на родину. На это будут выделены необходимые средства. Мы сегодня видим, что многие университеты за рубежом переходят на дистанционную форму. Поэтому сегодня определенная часть наших граждан возвращается. Но здесь есть еще один вопрос, который мы уже обсуждали. Это вопрос, который связан с необходимостью внесения изменений в нормативные правовые документы для того, чтобы им, в связи с обстоятельствами непределимой силы, возмещать средства на перелет и вопросы стипендии и так далее. Мы данный вопрос решили. Изменения в соответствующий приказ Министерства образования и науки в настоящее время проводятся, вносятся. Новшества в образовательных процессах много. Однако детские сады будут работать в обычном режиме. Меры будут приняты только в случае выявления инфекции в стране. Не стоит беспокоиться и о продовольствии. Казахстан в полной мере обеспечен товарами первой необходимости. В списке 19 наименований. Запасов страны хватит минимум на полгода. Вопрос продовольственной безопасности – это вопрос номер один. Поэтому это вопрос сегодня на контроле. Все 19 видов у нас есть. Там несколько видов, по которым у нас импорт. Это по сахару и мясо курицы. В общем, в стране усилен санитарно-дезинфекционный режим. Учебные заведения и больницы будут обрабатывать чаще. Это коснется и центров обслуживания населения, а также объектов пищевой промышленности, заведений общественного питания, рынков, вокзалов, аэропортов и гостиниц. Если в обычное время это делается в начале и в конце смены, то теперь мы требуем, чтобы после каждого рейса пассажирский транспорт обрабатывался. Все это, по словам профильных министров, исключительно меры профилактического характера. В настоящее время, по официальным данным, в Казахстане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Вероника Боярова, Наурыз Базаров, Хабар, 24.